Ежегодно в канун Дня студента МВД России и Общественный совет при ведомстве проводят акцию «Студенческий десант». В ходе нее гости знакомятся с деятельностью различных служб и подразделений полиции. Подробно об акции в Адыгее расскажет Вадим Агарков. За несколько дней студенты АГУ и МГДУ посетили ряд подразделений органов внутренних дел. Первыми открыли двери для студенческого десанта специалисты-кинологи. После экскурсии по центру полицейские продемонстрировали элементы общего курса дрессировки, поиска наркотиков и задержания преступников. Ребята узнали много нового, не стеснялись фотографироваться с четвероногими помощниками полицейских и делились своими эмоциями. Нам, безусловно, понравилось то, как рассказывали об обучении собак, о том, как показывали на практике, о том, как собаки искали в портфелях, обыск машины происходил. Это было очень зрелищно. Следующим подразделением стал Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Здесь гостям показали условия быта, места отдыха детей, спортивный зал и класс для занятий. Будущим юристам рассказали, как и за что подростки попадают в это подразделение ведомства. Мы, дети, знающие, что такое любовь, когда мы росли в хороших семьях, благополучных, и видеть обратную сторону, как может быть по-другому в жизни, это очень страшно. Взаимодействие органов внутренних дел с добровольными народными дружинами стало темой обсуждения на встрече с представителями службы по организации охраны общественного порядка. Завершилась акция «Студенческий десант» информированием молодежи о деятельности пресс-службы республиканского МВД. Гостям подробно рассказали о работе со СМИ, информагентствами, об освещении преступлений, происшествий и проведении имиджевых мероприятий. Студенты также узнали о порядке взаимодействия и деятельности общественного совета при ведомстве. Вадим Агарков, Беслан Хуладжуков, Анатолий Стрелец, Вести, дежурная часть. В прошлом выпуске мы проинформировали телезрителей о деятельности полиции в сфере пресечения реализации алкоголя сомнительного качества на дому. Несмотря на административную и даже уголовную ответственность, некоторые нарушители продолжают незаконную торговлю. Участковые уполномоченные полиции Тахтамукайского района в ходе профилактических мероприятий изъяли полтора литра спиртосодержащей жидкости. Она обнаружена у 30-летнего местного жителя, который торговал из своего дома. Сейчас алкоголь исследуют эксперты-криминалисты МВД. Ведомстве подсчитали, что в прошлом году полицейскими задокументировано 64 факта реализации алкоголя из домовладений. 19 случаев в республиканском центре, 17 в Майкопском районе. По статистике, более 90% таких нарушений выявлено участковыми уполномоченными полиции. МВД призывает граждан сообщать об известных случаях реализации алкоголя в частном секторе по телефону 02 с мобильного 102. Следствием полиции Тахтамукайского района расследовано дело о незаконном хранении крупной партии наркотиков. Фигурант – 30-летний ранее судимый местный житель, а тайник с наркозельем он оборудовал в своем доме. В августе прошлого года сотрудники районного отдела полиции вели работу по выявлению фактов незаконного оборота запрещенных веществ. Сыщики получили сведения о том, что житель поселка Яблоновского дома хранит наркотики. В одной из комнат оперативники обнаружили тайник с растительной массой. Содержимым оказались части наркосодержащего растения конопли. Вес партии составил около 120 граммов, а это крупный размер. Следователи отдела полиции возбудили и расследовали уголовное дело. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В Геогинском районе полицейские задержали подозреваемых в крупной краже. Повредив стену в магазине, злоумышленники похитили 22 мобильных телефона. В сентябре 2020 года в дежурную часть с заявлением обратился 47-летний местный житель. Выяснилось, что из принадлежащего ему торгового заведения пропали более двух десятков мобильных телефонов и дорогостоящий гаджет. Сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей. Эксперты установили, что в помещении неизвестные проникли путем частичного демонтажа одной стен. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двоих жителей районного центра в возрасте 20 и 23 лет. В домовладении одного из фигурантов полицейские обнаружили похищенное. Следствие продолжается. Далее коротко о некоторых событиях и мероприятиях в ведомстве. Семья из Ростова-на-Дону выразила благодарность сотрудникам ГИБДД Адыгеи, старшим лейтенантам полиции Руслану Сташу и Сократу Саркисяну. Инспекторы помогли оперативно доставить в больницу ребенка, получившего травму руки. Этих же полицейских поблагодарили жителей Краснодарского края, которым они помогли устранить неисправность в автомобиле. Полиция Адыгеи информирует о порядке поступления в ВУЗы системы МВД России. Подробную информацию абитуриенты и их родители могут найти на официальном сайте МВД по Республике Адыгея. Республиканская МВД проводит опрос граждан по антикоррупционной деятельности ведомства. В подразделе противодействия коррупции и на главной странице официального сайта МВД по Республике Адыгея каждый посетитель имеет возможность оценить работу в данном направлении. Управление по вопросам миграции информирует о том, что внесены изменения в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в России, согласно которым квота на выдачу разрешений иностранцам и лицам без гражданства на временное проживание распределяется соответствующими комиссиями. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ведомства. В новом году в госавтоинспекции продолжена работа по выявлению лиц, повторно управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. Несмотря на серьезную ответственность, такие случаи нередко регистрируются в сфотках МВД. На автодороге М4 Дон сотрудниками ДПС задержан 28-летний житель Краснодарского края. Мужчина управлял авто в состоянии опьянения, а в ходе разбирательства выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности за подобное деяние. В отношении водителя принято процессуальное решение. По данным МВД, в 2020 году полиции Адыгея возбуждено 210 уголовных дел по статье 264 Прим. 1 УК России, из которых 181 передано в суд. Из общего числа 65 дел возбуждено в Майкопе, 43 в Тахтамукайском районе. Напоминаем, что за данное деяние предусмотрено до двух лет лишения свободы.